Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. Шестеро украинских военных подрывались на Мене. Это произошло вблизи села Гнутово на подступах к Мариуполю. Армейцы ехали в бронированной разведывательно-дозорной машине. Один боец погиб, пятеро ранены. У них травмы средней и легкой тяжести. Пострадавших отвезли в Мариупольский военный госпиталь. В минувшие сутки на юге области зафиксированы обстрелы только вблизи Широкино. На Донецком направлении под пулеметным и гранатометным огнем оказались окраины Горловки, сел Луганское и Лозовое. Из минометов стреляли по поселку Новгородское, сообщают в СНБО. Город-призрак. Орбиту в Черкасской области обживают переселенцы из Донбасса. После взрыва на Чернобыльской АЭС строительство города заморозили. Многие жители оттуда выехали. Сейчас купить квартиру там можно за бесценок. Как живется новоселам на орбите, узнавали наши корреспонденты. Этого населенного пункта нет на карте и указателях. После Чернобыльской аварии город стал призраком. Как и Припять. Только город-орбита не успели достроить. И сейчас это улица в селе Витово. Здесь нет ни магазинов, ни аптек, ни развлечений. Город-призрак был заброшен последние 25 лет. Но сейчас сюда начали ехать люди. Ведь приобрести тут жилье можно практически за копейки. Коренного населения не больше ста человек. Город-призрак обживают переселенцы с Донбасса. Людмила в городе-призраке купила двухкомнатную квартиру. Женщина с 9-летней внучкой приехала сюда из Волновахи, спасаясь от боевых действий. Рядом с Волновахи начали стрелять. Все у них стреляли. Мы сели на машину. Думаю, поедем пока временно. Тут продается квартира. Тут продается много квартир. Мы договорились в рассрочку, чтобы взять эту квартиру с выплатой. В квартире нет отопления, а из крана течет только техническая вода. Но Людмила и этому рада. По цивилизации не скучает. Так мы остались. Грибы здесь есть. Правда, этот сезон лета была недождливая. Мы взяли огород. На рыбалку ездят здесь. Да ну, мы гуляем по лесу. Здесь воздух какой. За год в орбиту приехало три семьи переселенцев. Соседи друг другу помогают. Но местные власти уверены, возродить жизнь в орбите реально, если в город придет инвестор и людям предложат рабочие места. Юрий Педлесевич, Евгения Педлесевич. Специально для телеканала Донбасс. Украинская сторона вот уже месяц как отвела с передовой все тяжелое вооружение. В целях безопасности артиллерийские подразделения разместили подальше от населенных пунктов. В полях и лесах. Как обустроились там военные, увидела наш корреспондент Виктория Ковалева. Орудия к бою! Орбатка к бою! Артиллеристы выполняют боевое развертывание. Уложиться нужно в три минуты. Занятия проходят не только днем, но и ночью. Боевое подразделение должно быть всегда готово к возвращению на передовую. Постоянно тренируемся, потому что это похоже на спорт. Потому что если пропускаешь тренировки, скажем так, теряются некоторые навыки. И поэтому увеличится время как и подобного норматива, так и вообще всех навыков работы. После отвода тяжелого вооружения 44-й арт-бригаде пришлось обживаться в лесу. Свой лагерь они прозвали базой отдыха «Лесные эльфы». Рассказывают, свое прозвище они получили задолго до передислокации в северодонецкий район. Наш дивизион проходил подготовку на Явровском полигоне. Мы не брились и так дальше, то есть отпускали бороды. Не раз мы поехали на встречу с высокопоставленной личностью. Мы приехали с бородами, заросшие, уже такие по три недели не брились и так дальше. Встреча прошла нормально. И потом, пока мы вернулись в свой базовый лагерь, то у нас уже была кличка «Лесовые эльфы». На базе лагеря есть больница, баня, спортплощадка и часовня. Службы в ней проходят ежедневно. И будь лично киполу, вы салюбаться. Все военные строили своими руками. Блиндажи – их просторные и уютные. Есть даже двухэтажные. Это у нас есть такой, как говорится, мастер. Он, правда, сейчас в отпуске, Виктор. Он дома у себя занимается именно постройкой вот этих вот всяких строений из дерева. И это его идея. И мы, как говорится, он руководил этим всем процессом. Ну, мы, естественно, помогали ему. Во-первых, удобно то, что тепло самое основное, потому что как бы зима, уже в палатке жить уже как бы холодно. А здесь, вот именно в блиндажах, очень тепло и очень удобно. В некоторых блиндажах бойцы умудрились сделать водопровод. Машина «Арс» называет водой, мы распалили, там потом горячая вода. Среди бойцов даже идет негласное соревнование, чей блиндаж теплее и уютнее. Пока впереди сержант Кукевич. Его блиндаж по комфорту носит ВИП-статус. Что же до питания, так еды, говорят военные, даже с избытком. Чтобы добро не пропадало, завели свиней. Несмотря на такую мирную жизнь, артиллеристы готовы в любую минуту выступить на позиции, как только поступит приказ. Говорят, пушки, а у них на вооружении системы гиацинт калибром 152 мм, будут на передовой через полтора часа. Виктория Ковалева, Петр Ковалев, Алексей Кашпаровский и Алексей Сальвон. Телеканал «Донбасс». Сегодня рано утром на шахте Родинской, которая входит в состав государственного предприятия «Красноармейский уголь», произошла авария. В результате обвала строения главного ствола пострадала 55-летняя сотрудница предприятия. С многочисленными травмами женщина находится в больнице. Расследованием инциденты занимаются сотрудники прокуратуры и полиции. На данный момент на шахте работает специальная комиссия. Сьогодні вранці на шахте Родинська сталася авария, внаслідок якої було травмовано жінку 1960-го року народження. Наразі вона знаходиться у лікувальному закладі міста Димитров. Відомость, за данным фактом, внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі створено комісію, яка встановлює обставини та причини аварії. Про соціальне керівництво у данному кримінальному провадженні буде здійснюватися з Красноармійською міжрайонну прокуратуру. Запасов топлива на Луганской теплоэлектростанції, что в городе Счастье, хватит не більше, чем на два месяца. Об этом заявили в областной администрації. На ТЭС сейчас находится всего 265 тысяч тонн антрацитного угля. И это подчеркнули чиновники самый большой запас твердого топлива по Украине. Если Луганская ТЭС остановится, без света останется практически вся область. Ведь ДТЭК, Луганская теплоэлектростанция, главный поставщик электроэнергії на подконтрольную и неподконтрольную части региона. Однако договориться о возобновлении поставок угля на ТЭС пока не могут. Поставки угля прекратились временно после того, как началась блокада Крымского полуострова, после того, как была разрушена линия подачи электричества в Крым, после того началась блокада и перестал подаваться уголь на Счастьянскую ТЭС. В Краматорске с нового года планируют повысить тариф на воду. Об этом сообщили в местном водоканале. Коммунальщики говорят, что с 1 января за кубометр воды придется платить на 2 гривны больше. Почему поднимают стоимость и как на это отреагировали жители Краматорска, выяснял Алексей Куделя. Не успели жители Краматорска отойти от повышения тарифов на газ, как их буквально ошарашила новость от местного водоканала. Казалось бы, кубометр воды должен подорожать с 1 января всего на 2 гривны. Но для многих, говорят люди, это окажется весьма ощутимым ударом по семейному бюджету. Приблизительно 10 кубов семья, где-то многодетные семьи. Так что это прилично будет. Сейчас каждая копейка на счету в наше суровое время. Если честно, маленький ребенок? Горячей же воды вообще нет. Холодное все. У кого бойлеры, то еще нормально. Холодное получается. Нет, серьезно. 2 гривны это серьезно. Пенсионеры уже засобирались на митинги. Считают, что только так можно добиться того, чтобы тарифы на коммунальные услуги не поднимали. Надо отсюда на площадь, если голубей, приходить и штурмовать. А что делать? У нас такого не права. Больше никаких. В водоканале подчеркивают, повышение тарифа – мера вынужденная. Кабинет министров обязал коммунальщиков проводить поверку водомеров за свой счет. Поэтому в стоимость воды заложили работу лаборатории. Кроме того, город вынужден покупать питьевую воду у областного коммунального предприятия. А вода Донбасса подняла цены почти в три раза. На сегодняшний момент принято решение о том, что питьевая вода для потребителей, таких как наш город, именно оптовые покупатели, будет стоить 4 гривны 91 копейка с НДС. Соответственно, увеличение, грубо говоря, в 2,8 раза. Таким образом, жителям Краматорска придется платить за кубометр не 10, а 12 гривен. Почему компания «Вода Донбасса» подняла тариф и что делать людям, мы спросили в облгосадминистрации. Там ответили, всему виной подорожание электроэнергии. Именно она – основа себестоимости воды. Объективно, эти тарифы давно застарели, и их давно след было поднимать. А что делать с доходами граждан? Оформлять субсидии. Новые тарифы на воду для жителей Краматорска еще не утверждены. Нацкомиссия по регулированию энергетики только начнет их рассматривать в Киеве. Стоит отметить, что к Краматорскому водоканалу горожане до сих пор должны 30 миллионов гривен за уже потребленную воду. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс». Офис местного самоуправления открыли в Верховной Раде. Его представители будут помогать местной власти в регионах. Об этом сегодня сообщил спикер парламента Владимир Гройсман. Он также предложил депутатам создать межфракционное объединение в поддержку децентрализации. Дети травмированы дважды. Сначала их бросили родители. Затем пришлось увидеть войну и покинуть родной город. Воспитанники интернатов, оказавшиеся на неподконтрольной территории, нашли приют в Изумрудном городе. Это реабилитационный центр «Святогорский». Чем живут дети-сироты из Донбасса, расскажут наши корреспонденты. Это наша комната. Девочки, привет. Здравствуйте. Готовимся к Новому году, к Святому Николаю. Для Лиды Власенко это уже второй Новый год, который она встретит вне стен родного для нее Марьинского интерната. История ее жизни принимает до глубины души. Младшую сестру убили. Ну и после этого в семье мама пить начала. Бабушка попала в автокатастрофу. Она инвалидом осталась. Ну и после этого, как бы, через несколько лет я попала в интернат. Сейчас Лида уже без страха в голосе вспоминает, как впервые услышала протяжный свист снарядов. Они рвались вблизи Марьинского интерната. Минут 10, наверное, мы стояли, смотрели, как над нами летают эти снаряды. И малыши кричат. Мы все тоже в панике. С начала военных действий на Донбассе социально-реабилитационный центр «Изумрудный город» стал работать в режиме интерната. И сейчас здесь проживают около 200 сирот. Центр приютил детей в возрасте от 3 до 18 лет. Это воспитанники интернатов-переселенцев из Донецка, Снежного, Тореза, Амвросиевки. Прошлый год для нас был довольно тяжелый, как, в общем-то, и для всей страны. Наш центр рассчитан на 480 человек, но принимали в прошлом году более 500 детей. Сюда продолжают привозить детей из неполных семей. Эта группа малышей приехала из неспокойной Авдеевки. На всех видно! Вау! Ученик выпускного класса Богдан Кострица поет о материнской любви, которой не знал. В свой день рождения парень впервые за много лет связался с мамой. А разговор длился не более трех минут. Я не почувствовал, чем материнский такой, ну, любовь, ну, чтобы она там, именно волновалась за меня, я этого не почувствовал. Арт-терапия – один из методов психологической реабилитации. Дети обнажают свои застарелые травмы и проявляют свежие. Уже несколько месяцев в центре работают психологи гуманитарного штаба Рината Ахметова. Это для них большой стресс, что растения, как цветы выдрались с земли и хотят сюда пересадить. Вот они говорят, ну, пустота, я никакой. Вот как будто ощущение потери. Вот у них у всех ощущается травма потери. За полтора года помощь и поддержку психологов гуманитарного штаба получили почти 40 тысяч детей. Поскольку дети травмированы неоднократно, прежде всего, это травма потери собственной биологической семьи, это травма переезда из одного учреждения в другое учреждение. Поэтому было важно понять, какие есть страхи, научить детей справляться с этими страхами. Лида – одна из немногих воспитанниц, кто уверенно смотрит в будущее. Экономика – это настольная книга, на экономический поступают. Через месяц ее под опеку заберет родная тетя. Но Богдана и остальных будущее пугает. Я же не знал, какая там жизнь после этих стен. Эти дети, несмотря ни на что, верят в то, что обретут семью. Виктор Шевченко, Александр Шмырёв, телеканал «Донбасс». Лига будущих полицейских. Такую молодежную организацию создали в Донецкой области. Стать участником движения может любой старшеклассник, который интересуется службой в правоохранительных органах. О планах будущих полицейских узнавала Светлана Павлякова. Полиции Донецкой области придумали новую форму работы с детьми. Создали молодежную организацию «Лига будущих полицейских». Личному составу подразделений по делам детей ее представили первые участники движения. Школьники из прифронтового поселка Гранитное. Мы будем выступать с инициативой пропагандировать здоровый образ жизни. Екатерина Трофименко также одна из первых участниц лиги. Девушка уже точно решила, что будет работать в полиции. Ожидаю, что сейчас пройдет реформа, большие изменения. И уже я получу образование и буду служить в новой полиции европейского образца. На конференции старшеклассники рассказали полицейским о своем видении проекта. О целях и задачах, которые ставят перед собой и всей организацией. У вас копия свидетельства будет, да? Принадущее не раз. В этот же день в «Лигу будущих полицейских» вступили пятеро мариупольских школьников. Даша узнала о создании молодежной организации в интернете. Говорит, давно ждала такой возможности. С детства как бы хотела, еще с садика хотела пойти в полицию. Как бы мечта была. Мне как бы нравилось, ну как форма там. Вот. Вообще, чем они занимаются. А вот Настя мечтает стать юристом. Считает, что лига поможет ей разобраться в особенностях будущей профессии. Родители сказали, что нужно идти, чтобы побольше узнать о своей профессии. Возглавляет молодежное движение учитель Маринской школы Ирина Павленко. Женщина прониклась идеей и с радостью согласилась стать руководителем проекта. Говорит, в первую очередь лига создана, чтобы старшеклассники всесторонне развивались, знали свои права, вели здоровый образ жизни. Планы организации пределами Украины не ограничиваются. Будем даже выходить на международный уровень. Это общение с другими странами, с полицейскими и других странами. Залучение их до культурно-просветных, до разноманитных массовых заходов, физкультурно-оздоровших. Участниками Лиги будущих полицейских могут стать старшеклассники в возрасте 14-15 лет. Подразделения планируют создать во всех населенных пунктах Донецкой области. Светлана Павлюкова, телеканал «Донбасс». На этом прощаюсь. Увидимся, как обычно, во время новостей Донбасса. Берегите себя и близких.